В Рязанском центральном парке культуры и отдыха построят скейт-парк. Работы уже начались. Для скейтбордистов здесь сделают специальное покрытие из высокотехнологичного бетона на основе гранитной крошки. Оно должно получиться очень гладким, как стекло. На нем установят необходимое оборудование для оттачивания трюков. Парк ждут в городе Рязани уже около 20 лет. Люди разных возрастов. Мы, конечно же, обращались, очень ждали, очень много человек катается и просто-напросто негде заниматься. В крупном городе до сих пор не было площадки. Теперь она будет и все этому очень рады. Но я не буду голословным на открытии. Я думаю, вы сами все увидите, сколько придет человек. Райдер Михаил Резниченко надеется, что после того, как скейт-парк будет построен, можно будет говорить об открытии Федерации скейтбординга Рязани. Впрочем, понравится скейт-парк должен не только райдерам, но и тем, кто катается на велосипедах, самокатах и роликах. Здесь смогут оттачивать свое мастерство люди всех возрастов. Сроки исполнения госконтракта у нас прописаны до 30 сентября. Но организация надеется все сделать это в кратчайшие сроки. Я думаю, в два раза быстрее. Если не подведет погода, не будет таких дождей, как были у нас, то есть солнечные дни, надеемся, что за два месяца мы все это сделаем. Площадь скейт-парка будет равна 420 квадратным метрам. Подрядчики, которые взялись за работу, уже неоднократно строили такие сооружения. В том году два скейт-парка в Московской области. Один в Иткарина, а второй в Одинцовском районе. Там поселок лесной есть такое сделали. Все довольны, все. Благодарственные письма директора прислали, все делали. И мы думали, что здесь тоже так же будет нормально все. Надо отметить, что при строительстве скейт-парка сохранили все деревья и кустарники. Проектировщики учли даже эту березу, которая оказалась на территории. Так что все, кто придет сюда в будущем, смогут, как и раньше, спрятаться от солнца под тенью деревьев.